Доброе утро! На 12-м канале Час Новостей. В студии Анна Черных. В этом выпуске. Снегопады и 30-ти градусные морозы. МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды. Улетел в Кювет со скользкой дороги. На трассе Омск-Тара перевернулся автобус с 45 пассажирами. Торжественные мероприятия и народные гуляния. Здесь идут веселые народные гуляния. Здесь же бойко идет торговля. Мастера съехали со всей области, чтобы представить свои изделия ручной работы. Омичи вместе со всей страной отметили День народного единства. Искусство вместо шопинга. Услышав звуки классической музыки, омичи забыли и о трате денег, и о покупках. Продавцы и покупатели со всех залов стали стекаться на концерт камерного оркестра. Концерты, спектакли и показы мод. Чем в этом году удивила горожан Ночь искусств. Омск накрывают снегопады и 30-ти градусные морозы. О резком ухудшении погоды предупреждает региональный МЧС. Штормовое предупреждение пока не объявляют, но возможно это сделают уже сегодня. В ближайшие часы пойдет мокрый снег, ветер усилится до 24 метров в секунду. Самых сильных осадков стоит ждать в среду и четверг. За эти два дня, по словам синоптиков, может выпасть до 10 сантиметров снега. А к пятнице еще и резко похолодает. Ночью до минус 25, днем температура будет не выше минус 10. В выходные гидрометцентр не исключает и 30-ти градусные морозы. А вот гололедица, которая сковала город уже этим утром, парализовала движение в Омске синебальные пробки. Аварий пока немного, но заторы наблюдаются практически повсеместно. В основном причина в медленной скорости движения. Традиционно стоит центр. На Красном пути пробка тянется от телецентра до старозагородной рощи. Скорость машин здесь 10 км в час. По Герцена машины и вовсе едут 7 км в час. Фрунзе загружено от моста 60-летия Победы до Дусарова. Скорость потока 5 км в час. Одна из самых трудных ситуаций традиционно складывается на левобережье. Заторы зафиксированы на Ленинградском мосту, Красноярском тракте, Кирово-Думской, Четвертой транспортной, Хабаровской, Масленниково и Куйбышево. Данные постоянно меняются. Госавтоинспекторы советуют автолюбителям быть предельно внимательными за рулем. А на трассе Омск-Тара уже случилась крупная ДТП. Пассажирский автобус снесло в квет. Он перевернулся. В причинах сейчас разбираются. Заведено уголовное дело на компанию перевозчика. Но уже сейчас можно сказать, что именно погодные условия привели к аварии. Татьяна Денисова продолжит. Отходя от шока пассажиры, автобус собирают вещи, которые выбросила из салона. Многие звонят родным сообщить об аварии. 45 человек ехали в Омск из Усть-Ишима. На 134-м километре трассы Омск-Тара Нифас слетел со скользкой дороги в кювет и перевернулся на крышу. По словам водителя, за несколько секунд до происшествия автобус обгоняла фура. Мужчина слишком близко прижался к обочине и не справился с управлением. Сейчас проводится проверка, в результате которой будут установлены все причины и обстоятельства данного происшествия. В момент происшествия было обильное выпадение осадков в виде мокрого снега. И, соответственно, госавтоинспекция предупреждает всех, и на фоне данного дорожно-транспортного происшествия необходимо быть более внимательными на дороге, и скорость должна соответствовать конкретным дорожным условиям. Чудом обошлось без жертв. Четверо, в том числе 9-летний мальчик, с ушибами и ссадинами обратились за медицинской помощью, но все от госпитализации отказались. В результате ДТП, по 4 человека, пострадавших с бригадами скорой помощи, были доставлены в Сагадскую ЦРП. После обследования всем им назначено амбулаторное лечение. До Омска пострадавшие добрались на автобусе, который за людьми отправила компания-перевозчик. По факту ДТП уже возбуждено уголовное дело. Проводится проверка. У водителя не обнаружено признаков опьянения. В ходе расследования уголовного дела следователи установят все причины случившегося, а также дадут правовую оценку действиям ответственных лиц Акционерного общества Омска Облахтатранс по обеспечению безопасности пассажирских перевозов. Сейчас возбуждено уголовное дело по признакам преступления. Предусмотрено статью 238 УК РФ. Это оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По прогнозам синоптиков, снегопад продлится до конца недели. Так что водителям стоит быть внимательнее на дорогах, соблюдать дистанцию и близко не прижиматься к обочине. Татьяна Денисова, 12 канал. Под Омском нашли предприятие, которое загрязняло воздух сероводородом и керосином. С жалобами на неприятный запах Минприроды обратились жители поселка Горячий ключ Омского района. Специалисты выехали на место и обнаружили источник выбросов. Им оказалась частная асфальтобетонная установка. В выбросах эксперты обнаружили 14 загрязняющих веществ. Предприятия обязали устранить нарушения. Индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности. Помимо этого, Минприроды направила иск в суд с требованием закрыть асфальтобетонную установку. А мечам навязывают дорогие услуги. Предприниматели предлагают пожилым людям отремонтировать окна по золотым ценам. Все начинается со звонка по телефону. Компания обещает бесплатную диагностику окон, уверяет, что это специальная городская программа для пенсионеров. После осмотра специалист выносит вердикт. Окна в аварийном состоянии, нужен срочный ремонт. Стоимость работ, согласно договору, бесплатная. Заплатить нужно только за материалы. И они, видимо, золотые. Компания просит за них в среднем от 10 до 50 тысяч рублей. Рыночная стоимость при этом в 50, а то и в 100 раз ниже. На чьей стороне закон и есть ли шанс вернуть деньги, смотрите в выпусках «Час новостей». Мы готовим об этом подробный материал. А мечи вместе со всей страной отметили День народного единства. Праздник учрежден в память о взятии Москвы народным ополчением во главе с Мининым и Пожарским. Тогда штурмам удалось освободить столицу от польских интервентов. Этот поступок стал образцом героизма и сплоченности народа. В Омске центром празднования стал концертный зал. А рядом в театральном сквере развернулись народные гуляния. Денис Жарков продолжит. В концертном зале вспоминают события четырехвековой давности, когда князь Дмитрий Пожарский и земский староста Кузьма Минин подняли народ на борьбу против польских захватчиков. 4 ноября ополченцы взяли штурмом Москву, положив тем самым начало возрождению российского государства. С праздником Днем народного единства о мечей со сцены поздравил губернатор Александр Бурков. Мы как тот сибирский медведь, который с одной стороны может крепко обнять своего друга, а с другой стороны может и поломать врага. Именно поэтому всегда Сибирь ценили, уважали и боялись. Вот за эту силу, энергию и дружбу наших народов. Поэтому, дорогие друзья, мы должны помнить, что сила в единстве. Сейчас на территории Омской области мирно уживаются представители 120 национальностей. Как они здесь оказались, расскажет экспозиция, подготовленная Государственным центром народного творчества. Выставка передвижная в фойе концертного зала переехала из Сибирского культурного центра, а вскоре отправится в путешествие по районам. На стендах история освоения Сибири, от строительства Тары до Столыпинской реформы. Такие костюмы носили наши предки, в том числе и те, кто попал сюда не по своей воле. Поскольку выставка является передвижной, экспонаты, настоящие экспонаты, очень сложно перемещать. Поэтому, да, в основном это реконструкция. Но здесь есть два костюма, которые представляют из себя ценности, а не этнографические. Украинские и белорусские костюмы там стоят. Они родные. Они конца 19-го, начало 20-го века. А самое интересное происходит не в концертном зале, а в сквере возле него там поют, здесь пляшут, здесь идут веселые народные гуляния, здесь же бойко идет, торговля. Мастера съехали со всей области, чтобы представить свои изделия ручной работы. Каждый нашел себе развлечение. Было что посмотреть и послушать. Некоторые мячи учились плести циновки из рогоза. Растения, которые обычно неправильно называют камышом. Коврики, говорит мастер, получаются экологичные, экономичные и эксклюзивные. Забытый совершенно промысел, сейчас им никто не занимается. Очень мало мастеров. Если мастера стали, многие ремесла возрождаются, то вот именно плетение из рогоза у нас в России, оно очень слабо сейчас развито. Потому что мало кто заинтересовывает материал. Но если заинтересовал, уже его бросить невозможно. То есть с него можно плести абсолютно все. И кухонную утварь, и корзины, и шляпы. На ярмарке было к чему прицениться. Шапки, валенки, рукавицы, поделки из бересты, вязаные игрушки и другие сувениры на память о Дне народного единства. Денис Жарков, Дмитрий Аллыгепченко, 12 канал. Омск поборется за звание столицы тотального диктанта 2019. Голосование стартовало на сайте проекта. Участие в нем принимают 13 российских городов. Вологда, Казань, Москва, Екатеринбург, Омск, Уфа и другие. А также один зарубежный, Таллинн. 21 ноября жюри определят шорт-листа. 2 февраля станет известен победитель. Его объявят после публичной защиты городов-финалистов на конференции в Новосибирске. После этого в очередную столицу тотального диктанта отправится автопробег для присвоения нового статуса. В этом году тотальный диктант пройдет 16-й раз. В 2004 году его впервые организовали студенты Новосибирского государственного университета. Знаменитый хор Мариинки в Омске, один из ведущих музыкальных коллективов мира, приехал в наш город пару часов назад. В обед у артистов запланирована репетиция. Сейчас у них время отдыха. Как говорят вокалисты, сегодня о мече услышат лучшие произведения дворянских салонов, с помощью которых вельможи завоевывали дамские сердца. Программа называется «Петербургские серенады». Мариинский хор приехал в Омск. В рамках программы все российские филармонические сезоны. Солисты уже дали концерты в Новосибирске, а после выступления в нашем городе отправятся в Пермь. Отмечу, известный коллектив был номинантом престижной музыкальной премии Грэмми. Неоднократно покорял жюри международных фестивалей в Дании, Израиле, Испании, Италии, Франции и Швейцарии. Как говорят эксперты, петербургские хористы обладают красивым и мощным вокалом. И сегодня у о мече есть уникальная возможность его услышать. Концерт начнется в 19 часов. Встретить оркестр, исполняющий живую классику в неожиданном месте, примерить костюм любимых театральных персонажей и даже стать полноправным участником настоящего спектакля. Ночь искусств подарила мечам много незабываемых моментов. Акция прошла во всех городах страны. Ее слоган «Искусство объединяет». Наталья Бельская побывала практически во всех основных культурных учреждениях Омска и готова рассказать о Ночи искусств в ярких красках. Шопинг в выходной сегодня самое популярное развлечение. Но, услышав звуки классической музыки, о мече забыли и о трате денег, и о покупках. Продавцы и покупатели со всех залов стали стекаться на концерт камерного оркестра. Кто бы мог подумать, что здание Омского торгового центра идеально подходит для исполнения классической музыки. О мече удивила акустика. Звук улетал высоко и разносился эхом по просторным залам. Среди публики были и постоянные слушатели. О выступлении любимого коллектива они узнали из афиш. И те, для кого такой концерт стал неожиданным. Мы сегодня с сестрой решили погулять по магазинам, спускаемся, такая музыка играет снизу, прям заинтересовались. Сразу достали телефон и начали снимать, решили посидеть, глядя на женщину, послушать. Так удивлены. В музыкальном о мече встречали персонажи спектаклей, причем всех сразу. Такого количества знатных вельмож, королей и королев, навряд ли где можно было бы еще встретить. Неспешным шагом они дефилировали по фойе. После модного показа мечам предложили примерить костюмы. Прихорашиваться начали и дети, и взрослые. Впечатления захватывающие, необычные, потому что в жизни в обычной мы такое не оденем. А это смотрится очень эффектно со сцены. Словно с экрана кинозала «В ночь искусств» спустились на сцену театра студии Любови Ермолаевой персонажей известных фильмов. В концерте звучали популярные мелодии из лент «Приключения Буратино», «12 столев», «Переполненный зал». Казалось, вот-вот начнут подпевать вслед за артистами. После выступления всех пригласили на чай со звездами. Эту акцию в театре планируют сделать постоянно и проводить раза в два месяца. Бывают сцены камерные, когда ты со зрителем в контакте в полном. У нас всё-таки рамповое освещение. Мы зал чувствуем скорее, чем видим. А тут более тесный контакт. «Ночь искусств» почти все омские культурные учреждения старались удивить своих посетителей. Акцию проводили и в районах Омской области. Любой желающий может по-новому увидеть любимые театры, библиотеки, музеи, филармонию. Они могут увидеть музыкантов, актёров в необычной обстановке. Ближе к полуночи свершилось ещё одно чудо. На сцене омской драмы впервые поставили трагедию Шекспира, Ромео и Джульетта. Актёрами стали зрители. А мечи, которые, возможно, втайне от всех, в душе мечтали выступать на сцене. И «Ночь искусств» подарила им эту возможность. Наталья Бельская, Дмитрий Алдыгепченко, 12 канал. Омские ястребы переиграли пекинских драконов. На домашнем льду в Балашихе «Авангард» встретился с командой «Кунь-Луми Ред Стар» и пять раз за матч поразил ворота соперника. Счёт открыл Вилли Поко в середине первого периода. Преимущество удвоил Кирилл Петров на 33-й минуте. Третья шайба в ворота пекинских хоккеистов прилетела от Коди Франсона. Финальный период выдался ещё более насыщенным. Гости сумели отыграть лишь одну шайбу, а пропустили ещё две от Ильи Михеева и Максима Чудинова, который и поставил эффектную точку в игре. Убедительная победа «Авангарда» 5-1. Следующим соперником «Ястребов» станет Хабаровский Амур. Команды скрестят клюшки 12 ноября. Матч мы покажем в прямом эфире. Трансляция начнётся в 22.30. Далее на 12-м канале прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Реклама будет короткой. По здоровью есть вопросы. 48-38-38. И в завершение выпуска о погоде сегодня, 6 ноября, по области в Омске переменная облачность. В районах днём до минус 6, ночью 6-7 градусов холода. В Омске 3-4 градуса мороза, ночью столбик термометра опустится до минус 6. Ветер северный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Далее на 12-м канале документальный фильм «Родина мать зовет». Увидимся в 14 часов.